А теперь о братстве, небратстве и прочих скрытых смыслах сатанинской секты Семени Рэба, в которых нам поможет разобраться наш многолетний партнер в разоблачении Хабада, Равин Даниэль Булочник. Вот за что я его люблю, так это за отсутствие лицемерия. Итак, правда, матка от Булочника. Все в этом мире – часть творения. Есть одно только исключение – это еврейская душа, это часть Творца. А не все – часть творения, а мы – часть Творца. Но Всевышний, кроме этого, дал нам необыкновенный, потрясающий подарок. Называется этот подарок «еврейское тело». Поймите, меня обвинили, что на унижении других ты не можешь возвыситься. У меня нет цели никого унижать. У меня есть цель привить евреям понимание, от чего они удостоились, и вести себя в соответствии со своим уровнем. Ты не человек в прямом смысле слова. Ты само божество, каждый еврей, только на тебе стоит мир. Он нам подарил тело, которое абсолютно отличается от всех тел, только на внешнем уровне оно одинаково. Наша вся проблема – поднять все искры святости, которые сюда рухнули. И мы всю жизнь преследуемы. У нас есть великий брат, украинский народ. Резали нас день и ночь, никогда не прекращали. Нету ни одного сантиметра. Есть один выродок, он говорит, что это наши братья. Но это его братья, Богдан Хмельницкий. Они мне не братья никакие. Они мне безразличны абсолютно. Единственное, что я надеюсь, что придет день, когда мы увидим, как Бог будет мстить за всю нашу пролитую кровь, потому что это обещано. Нет ни одного сантиметра земли Украины без еврейской крови. Сделаю небольшую паузу для краткого комментария. Я думаю, не стоит расшифровывать, кого булочник называет одним единственным выродком, для которого украинцы и Богдан Хмельницкий – братья. Всем и так все ясно. А вот утверждение, что нет ни одного сантиметра украинской земли, не политой еврейской кровью, скрывает гораздо большее, чем просто отсыл к историческим обидам. Это значит, что земля Украины еврейская не только по современному праву обладания, но и по праву крови. Но слушаем дальше. А русские нас не трогали. Они только инициатировали все погромы. Понимаете, они подстрекали, насылали. Понимаете, был Столыпин. В Кишиневе два погрома. 1903-1903. Это все указания великого русского народа. Тоже наши братья. Нет, такого, как там, не было, по-моему, вообще нигде. Особенно Хмельницкий. Все, что делали немцы, это самое гуманное, что может быть по сравнению с Хмельницким. Да, конечно, когда они целиком все эти сам вас ждали. В Испании еще, где-то целиком все эти сам вообще ждали. Ну, хорошо, ты права. Ты права. Все сволочи. Все сволочи. Все, не, не, ребят, не надо начинать диспуты еще, а слушайте дальше. Вы правы, мандант Бесендер. Все сволочи. Я так хотел вас сказать. Да. Бесендер. Ой, тут я просто вынужден прерваться, чтобы прокомментировать утверждение Булочника, что не только украинцы и русские, но и все вокруг сплошные сволочи. А теперь предлагаю еще раз посмотреть на мир специфическим взглядом хаббатского раввина Булочника. Благодаря нашей работе по совершенствованию мира мы становимся партнерами Бога в творении. Наши отношения с Богом очень многогранны. Мы называемся Его женой, Его детьми, но не это главное. Главное, мы Его партнеры. Я это говорил уже тысячу раз. Бог не оживляет мир. Не Бог оживляет мир. Все знают, что есть Бог, и никто не понимает, что не Бог оживляет мир. И даже те Гоин, которые монотеизм, настоящий монотеизм, не в этого еврейчика, который на кресте висит, они думают, что Бог оживляет мир. Это не так. Мир оживляет евреи. Когда мы поймем, кто мы, ну когда, ну сколько еще, ну сколько еще, адмосай, когда мы поймем, кто мы, мы оживляем мир. И этот Путин шмутит, все они живы, потому что мы есть. Это я виноват, что Путин напал на Украину, я его оживляю. Не сиди такая грустная. Думаю, ничто из услышанного не нуждается в комментариях. Кроме одному. Самой наглядной иллюстрацией к тому, как евреи оживляют мир, является пример Украины. Как, впрочем, и России. Двух не братьев, не сестер, раввина булочника и других партнеров Бога. И здесь я хочу вернуться на шумевшие истории со скандальным заявлением американского сенатора Линдси Грэма во время встречи с президентом Зеленским. Напомню, о чем упала в фазе на полу. И никто, мол, все идет по плану. И обещанная месть за пролитую еврейскую кровь вступила в активную фазу. Ведь для них нет разницы, русский или украинец. Для них это вцепившиеся друг к другу в глотки братья, умирающие по обе стороны линии фронта, которую прочертили безжалостные невидимые мстители. Сергей, завтра понедельник на работу. Блин, похую, блядь, на работу, блядь, на Сергея, блядь. И на понедельник, блядь. Это ваши дела. Субтитры создавал DimaTorzok